Я слушаю вашу лекцию уже лет 7, произошли в свое время очень трудные события в жизни, и это отболило или подтолкнуло меня к тому, что надо было как-то собрать свое сознание, видеть этот мир по-другому. И когда я общаюсь с людьми и передаю им, что есть такие знания, есть такая мудрость, которая дает силу, любовь, люди мне верят. Как вы это делаете? Я не знаю. Вы нажимаете на нее, да? Я просто рассказываю, что... Они вас спрашивают, кто-то делают? Есть спрашивают, есть просто делюсь с утра с людьми, говорю, как дела, как песня, несмотря ни на что, несмотря на те трудности, которые происходят в этой жизни. Слышите, да, он дает любовь с тобой. Он спрашивает, как думает, я тебя люблю, как песня. Я просто вижу ответ счастливые лица, счастливые, как бы они мне верят просто. Ну вы говорите, послушайте, послушайте, я все так говорю, нет? Я просто делюсь с вами счастьем. Говорите, ну ты дурак, дурак, понимаешь, блин, это колечко, о-о-о. Там у вас так будет, понимаешь? Иногда я чувствую, когда идет, как вы выражаете, слюна, там, да. Но тут я уже чувствую вот этот перекид и я останавливаю. Спасибо. Бог говорит через дать. Спасибо. Вы слышали, нет? Это очень важно. Важно понять, что пока в нашем сердце не появится любовь к человеку, выше, чем желание ему поменять, он не будет меняться. Он нас мучает по закону, понимаете, по закону. А если мы хотим хитростью, ну, перестать, чтобы он перестал нас мучить с помощью лекции или с помощью каких-то логик, слов, то он никогда это не примет. Никогда. Это невозможно. Счастливую жизнь надо заслужить. Хитрость здесь не помогает. Леский человек отрисовывает судьбу, поэтому он будет нас мучить. Вы приняли это? Кто не принял? Подумите. Не приняли? Приняли. Все приняли. Пожалуйста, это первый шаг к победе над судьбой. Итак, две вещи, которые я вам сейчас пытаюсь объяснить, и они являются корнем победы над судьбой и трудностями. Первая вещь. Всегда, когда больно, отвлекайтесь от источника боли. Там есть больно, там сфера безысходная, без навёга. Если мы обдумываем эту боль, пытаемся это всё решить своими силами, значит, там будет поражение. Ну, конечно, допустим, у ребёнка насморк. Надо лечить насморк. Так? Мы не бездействуем. Насморк не лечится. Мы пробовали и сами, и с помощью врачей, и ещё как-то насморк остается. Дальше возникает боль. Появляется чувство объём работы, что болезнь не простая. Так? В этот момент что нужно делать? Отвлечься от этой темы. Надо начать понять. Надо дождаться, когда в сердце всё успокоится и появится чувство силы и победы над судьбой. А потом придёт знание, что делать. Бывает простая судьба, когда я по всё решить. Беспокойство указывает на трудности. Но когда я могу сам всё решить, всё сделать, нет проблем. Муж, допустим, стрюкался в девушку какую-то. Не значит, что он обязательно смолится и ничего ему не сказать. Надо ему сказать, ты чё, не курор, что ли? У нас же семья. И он ему скажет, да, согласен. Чё-то я банку дал. И говорит, скажешь, чё делать? Он скажет, чё делать? Симку меняй, как бы не общайся, чё делать? Всё получилось. Нормально. Никто не против это. Называется лёгкой, это ладно. Нет трудностей никакие. Всё легко получилось, нет трудностей. Второй вариант. Вы попробовали сами сказать, что не получилось. Сказали в друзьям, что поговорили. У него что-то это, с мозгами. Вот. Поговорили, понял. Всё получилось. Это называется храма с лейкой тяжестью. Нет проблем опять, понимаете? Когда сам не помог, друзья помогли. Или наставник помог. Это судьба средней тяжести. И сложных. Дальше поехали. Влюбился в кого-то. Я с ним поговорил, ноль эмоций. Друзья поговорили, наставник поговорил, ноль эмоций. И в сердце появляется боль. И чувство предательства. Вот это и означает тяжёлого карма. Услышали меня? Вот в этот момент нужно опомниться вовремя. Не нужно позволять боли забирать всё существо. Чем больше вы страдаете, тем дальше он уходит. Не ждите. Не надо дальше развивать ситуацию. В отчаянии входить. Не на весь слов. Нужна молитва. В это время и молитва. Старайтесь меньше работать. Меньше общаться с друзьями. Все остальные дела выбирайте на второй план. Два-три часа в день. Отношения с Богом, со святостью. И столько, сколько нужно, чтобы в сердце появилось спокойствие. А на следующий день она опять будет разрушена, этой ситуацией. Опять молитва. Пока на не наступит такой день, когда у вас ситуация сердца не разрушает, а в сердце утверждается спокойствие. И дальше вы увидите, что из сердца придёт знание, что делать. Знание это будет сопровождаться так же полномочиями. Например, вам надо ему сказать, я тебя люблю. Знание такое придёт. Не уходи. Но если у вас не будет полномочий, вы это скажете, ничего не сработает. Но если у вас в сердце будет спокойствие и сила, то Бог вам даст возможность это сказать так, чтобы человек опробило. И даже если он уйдёт, он потом вернётся. А если даже он уйдёт, то у вас сердце будет спокойным, потому что вы будете знать, что он всё равно вернётся. У вас будет знание о будущем в этот момент. Понимаете, как работает система вот эта? Это первый момент очень важный. И второй момент очень важный, который я хочу до вас довести. Разговаривать с человеком о жизни можно только тогда, когда он вошёл в зону благости. А это означает, что он хочет слушать лекцию, он раскаивается, он хочет менять свою жизнь. И то это делать надо очень деликатно. И то, что «А-а-а, ура! Вот теперь я тебе всё расскажу». Нет, очень деликатно, наверное, страшно шутливый человек, говорит с ним очень тихонько. Больше говорить о своих проблемах, чем о дне о его проблемах. Намёками только говорить о его проблемах. Потому что разговор о его проблемах сразу закрывает и как бы убирает всякую возможность сообщения. Больше говорить о своих проблемах и чуть-чуть намекать на его. Если такой баланс, что очень много у меня проблем, то у тебя тоже чуть-чуть есть. Вот приливай. Если такой баланс, что я в благости, а ты, соответственно, в говне, в последствии сражения. Извиняюсь за эту фразу. Мне жена страшно любит, когда я так говорю. Когда она сидит на лекции, я так не говорю. Хотя суть вернулась. Простите. Тогда ничего не получится. Знаете, почему мы так говорим? Потому что не хватает людей. Боль в сердце вызывает желание, рукает человека и воспитывает. Есть две категории людей в отношении. Первая категория – безразличные люди. И всё равно, что-нибудь будет, самому будет. Они живут, они живут гражданский брак, безразличные. Будет со мной, не будет человек, не знаю. И всё равно. Это невежественное отношение. Вторая категория – когда человек приходит из небес, что он становится человеком идеей. Человек идеей ставит выше человека. Люди идейные. Вы же выливают мясо из холодильника. «Ну, это трупоеды, я бы не буду жить. Вешают атрибуты веры эту на шею. Ты будешь нормальным человеком». То есть, люди идейные – это люди в страсти, в отношении к страсти. Когда человек идею ставит выше человека и заставляет его принять эту идею. Мы все пройдём через этот период, сто процентов. Почему идейный человек заставляет близких людей принять его идею? Потому что идейный человек – это ещё не благостный человек. Это не тот человек, который хочет работать над собой. Идейные люди хотят быть счастливыми за чужой счёт. Они хотят всех вокруг себя поменять, считая, что я уже поменялся. Но как определить, что я поменялся? Есть только один способ это определить. Когда ты уже можешь никого не трогать вокруг и всех принять, вот тогда ты и поменялся. Вот когда ты маму уже можешь не трогать, а просто молиться за неё, вот тогда ты победил. А пока тебе хочется что-то ей сказать, победы ещё нет. Потому что нет победы в сердце. Победа в сердце означает спокойствие по отношению к нам. Спокойствие. И это значит, что не всё будет меняться сто процентов. Сначала Айзи летает снизу, но вас это уже не поможет. Вы уже знаете, что всё будет хорошо. Но это надо в сердце найти и добыть, понимаете? Ваша молитва не была сильной. Вы только дорожку почувствовали, не придали ей значения. А надо было её пройти, эту дорожку всюду. Только в сердце приходит победа. Слова – это просто результат этой победы. Допустим, у вас хорошая судьба, плохой период закончился, и тогда слова не можно поменять человека. Это факт. Но это просто результат случая. В основном поменять человека можно только с помощью сердца. Если я сердцем не пробиваю вашу судьбу сейчас, а просто говорю вам слова, это всё бесполезно. Я должен победить сердцем. То, что я говорю, я должен прочувствовать и победить сердцем. И тогда это будет вам помогать. Просто слова не работают. Я должен пережить и прочувствовать сам то, что я говорю. Верите только в это. Одного святого человека спросили, какая религия или вера самая лучшая. Знаете, что он ответил? Сказал он, доброе сердечие – самая лучшая вера. Он сказал, что из много верующих людей, а если человек сердце своё не сделал добрым, то это значит, что он Бога на вере. Потому что доброе сердце означает сердце, которое убеждает не только в себе зло, но также в отношениях. Кто такой добрый человек? Это тот, кто принимает чужую боль. Доброта означает чувствовать боль и переваривать её в себе. Это означает доброта. Не бояться её, не критиковать её, не пугаться её, не пытаться её изменить, а принять и победить. А потом уже общаться. Санкции на общение означают принятие. Допустим, муж пьёт, что делать? Надо молиться, 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 до тех пор, пока вы его пьяненьким не примете. Пока не почувствуете, что вот это мой муж, это моя судьба, он хороший человек, у него есть много хороших качеств, но судьба меня испытывает за то, что я пил от прошлой жизни, я получил от такого человека себе. Но он хороший человек мой муж, всё, 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 нормально. И когда он ядно приходит домой, вы ему просто берёте у замка, говорит, пойдём потом спать, мы не сможем сейчас общаться, потому что ты живы. Мой хороший, давай раздеть, я раздену, помогу. Раздевает, выкладывает и спает. В следующий день он просыпается. Вы доносите водичный попей, там, и так далее. Как вы думаете, вы унижены, это попей, нет или нет? Знаете, кто унижен? Это тот, кто делает всё без любви. Когда человек борется, а у него в сердце столько чувства собственного достоинства, столько силы, что его никто не может унизить. Он, этот человек, как личность, очень сильная. У него нет унижений. Подходит, приносит водичный, помогая. Но в сердце нет унижений, нет безосклонности, потому что в сердце же уже всё побеждено. Она уже в сердце чувствует, что всё будет хорошо. И дальше что происходит? И если она это всё сделала таким образом, она служит ему, и при этом принимает его таким, какой он есть, что происходит с ним дальше? Кого была такая ситуация в жизни? Что с ним происходит? Скажите нам, пожалуйста. Микрофончик дайте. Спасибо. Спасибо. Микрофончик дайте. Он, значит, меня убьёт каждый день, и я должна пойти и принять его, и купить ему с любовью эту водку. И я сходила, купила ему, и думаю, ну вот, всё, наверное, это уже такой финал, что надо мне принять такого мужа, что он будет у меня петь. Прошло несколько дней, и он говорит мне, как ты вообще могла смотреть, что я пью каждый день? И... он говорит, это же противно. Я говорю, ну как? Ну вот, так получалось. И после этого он перестал пить. Потом я перестала есть мясо, но ему готовы звонить. И через некоторое время он звонит с работы, говорит, я сегодня ел мясо, но последний день больше не готов. Вот. А потом, произошло с классом, который вы... Не рассказывайте, испугайтесь дальше. Не надо. Садитесь. Уже достаточно. Уже достаточно. Вы просто считаете. Распишите. Смотрите, что происходит в сердце близкого человека. У него совесть начинает жить там. Всё и всё. Потому что дальше мы с любовью принимаем человека, каким, какой он есть, и заботится о нём. Но без унижения нельзя это с унижением делать. Без унижения означает, что она уже приняла её. Она победила эту судьбу. В этот момент у него сердце просто горит. Начинает окнём. Он чувствует совесть. Его разрывает на части. Когда совесть человека разрывает на части, он уже не может жить по стороне. До свидания. Старошество. Ну, будет очень тяжело. Увидимся, что происходит. Не надо трудно близких. Не надо молиться за них в сердце. Пытаться победить судьбу через отношения со святостью и очищение восприятия близкого человека. Принятие. Принятие. Это трудно. Но единственное. Трудный сначала. Кажется сначала. Это невозможно. Это невозможно. В этом раз смотреть возможно. Девчий. Девчий становится. В том раз, получилась уже. Итак, цель жизни человека это самосвеженность. Поэтому всё в этой жизни так закручено, что она приводит. Жизнь приводит нас самосвеженность. Например, приходит время в каждой жизни каждого человека и приходится узнать, что есть душа и что отношения после ухода близкого человека не заканчиваются. Вам обязательно всё это придётся узнать. Всегда. Одного. Близкий человек уйдёт из жизни какой-то и вы или будете поймёте в стресс или в депрессию или вы узнаете о том, что он жив. Вы узнаете о том, что отношения не закончились. И вы тогда подсветлеете. Вы тогда светлая память о нём оставится и он будет о вашем ангеле пронетить. Есть такой писатель, поэт Прометра Арата Гоу. И когда он уходил из жизни, близок был к этому, он написал стихи всей своей, ну, как бы, своей жене, которые потом стали шлягинами в советских странах. Потому что там было чувство, что что-то такое хорошее поётся, но о чём конкретно никто не знал. Но всё равно было просто. И он пел такую песню, что я шел. Я уплываю, и время несёт из края к краю Сбега в виду, сухнику и трюк на хрещан. Ты посмотри, ты посмотри без отчаяния. Почему без отчаяния? Почему объект от нас поделал без отчаяния на сентябре? Потому что отчаяние означает неправильное отношение. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Это любовь моя. Ты посмотри, ты посмотри, не осталось ли что-нибудь после меня. что остаётся от этого связи? Нити остаются между людьми. Память, светлая память, через неё отношения продолжаются. Нет смерти. Чувствуется близость и связь с тем человеком, который пришёл. Но сначала ты должен в молитве очистить свои отношения и помочь ему, потому что там очень трудно первое время и нужна помощь родственников. Поэтому они и плачут или молятся. Одно из двух. Плачут безнадёжные люди и невежественные. А молятся те, кто достоин счастья. Поняли разницу? Есть скупые люди, они хотят счастья и постоянно плачут о том, что у них нет. А есть щедрые люди, они постоянно молятся за других и не обращают внимания на свои страдания. Щедрые люди даже в беде всегда достоины счастья. Сейчас я вам расскажу одну ситуацию. Обудение. Разум тут по Москве, я в Москве живу одно время. Смотрю возле столба на улице, смотрю это садовое кольцо, огромное движение просто, перейти невозможно. Постоянно машину идти. И стоит возле, полуслепая бабушка возле столба, и видно, она хочет перейти дорогу, а она не может перейти, потому что она чувствует много машины. Но интересная бабушка, она стоит, полностью принимая судьбу. Знаете, вот так стоит спокойненько, смирененько, и ждет, когда машина остановится, но никогда не остановится, потому что это садовое кольцо. Он даже ночью спокойствие души и смирение заставило меня подойти к ней. В Москве люди обычно не останавливаются, там такие силы такие вот, жесткости в отношении, очень сильные. Когда ты подальше от Москвы, так тебя тоже ведешь, идешь все равно там, кто действует. Но она вот такая была, что я подошел и спросил, чего вы хотите, вам нужна помощь. Она сказала, сыночек, я хлебушку хочу купить, там хлебный магазин через дорогу, но я не могу перейти. Я побежал через переход, я говорю, подождите здесь, никуда не попадете, она видно, вообще почти на червей. Я побежал, купил ей хлеба, купил разрезанного, и она такая, начала щипать его булку, а она думала, что это будет просто булка, да? И она говорит, а что у него салфон это? Я говорю, вот сейчас такой хлеб продаю. Она говорит, а что у него такой, какой-то такой, а он разрезан. Я ей все объяснила, когда взяла спасибо, и пошла назад, по-другому. Когда человек правильно относится к жизни, он никогда не будет голодать. Бог всегда будет рядом через людей будет помогать. Вы услышали меня? Она не кричала, не вопила, она просто смиренно шла. Знаете, когда человек так относится к жизни, всегда будет помощь, это гарантия. Ну, надо стать таким человеком, чтобы так жить. Это притягивает любовь всегда. Смирение притягивает любовь. Вот как девушка объясняла, как она к мужу относится, это притягивает любовь. А я сейчас вижу, чувствую ее в муже. он ее любит бесконечно, очень сильно любит. Она уже может его воспитывать. Мы, может, подобранному ему что-то сказать, и он будет слушать. Потому что он очень принял сильно ее вот эту аскезу. Я правильно говорю? Угу. У вас в материнской линии есть защита доходная. У вас кто-то в материнской линии очень верующий человек есть. Доброту есть очень возвышенный человек, в первую очередь, он даже в какой-то жизни потом помогает. У вас есть такой человек, дает вам знания силы. Вы знаете этого человека? Нет? Не знаете? Я вам просто говорю, что есть. А? Будете узнавать? Узнавайте. Это два главных ключа для победы над семейными трудностями, которые я вам сказал. Не трогать человека, если вы находитесь в невежестве и страсти. Первый ключ. И второй пока между сердцами не установилась чистота, нет смысла с человеком о чем-то говорить. Это не работает. Вы не сможете ему ни доказать, ни помочь, ничего. Пока в сердце не будете чувствовать. А это означает хорошие мысли о нем. То есть вы молитесь и у вас появляются хорошие мысли. Вы понимаете, вспоминаете, что он хороший человек, хорошие его поступки, перестаньте обиду, плохое о нем вспоминать. Начинайте вспоминать хорошее о нем, чувствовать, что он хороший человек. И привить его вам хочется улыбнуться, а не окорчиться. Это значит, что вы уже победили судьбу там, где его надо побеждать, в своем сердце. А остальное все это уже просто ерунда. Это само собой все произойдет. Третье правило. Человек всегда склонен взрываться в дела, печаль и заботу. И склонен всегда забывать о главном. А главное для него является главным является для человека искреннее отношение. Отношения между людьми формируют наше представление жизни. У нас много деловых отношений, у нас много личных отношений, но очень мало духовных отношений. Из-за того, что нет духовных отношений, разум не способен побеждать судьбу. Он находится в скованности суеты жизни. И мы это называем отсутствие времени. Сейчас я вам объясню больше. Как вы думаете, у вас есть время на молитву сухраем или нет? Большинство людей скажут, что нет. Но я вам задавал этот вопрос. Если вы молодой человек влюбились, и вы заняты весь день сухраем до вечера, вы найдете на свидание время? Кто не найдет на свидание с любимым время в течение дня? Поднимите руку, если вы очень сильно заняты. Хоть один человек есть, такой, нет? Все найдут время, да? Но почему тогда бы не найти на свидание с той личностью время, которое тысячу раз дороже, чем любимый самый человек, потому что именно эта личность дала вам любимого человека. Господь, который живет в нашем сердце, хоть мы его не видим и не чувствуем, постоянно заботится о нас. Все движения в нашем деле дает он. Все в жизни крепко. Мы кушаем пищу, и потом только чувствуем, когда надо ее выпустить наружу. А что внутри происходит, мы не знаем. как унашивается ребенок, не знаем, как побеждает судьба в жизни. Я, например, когда был маленький, мне было 10-12 лет, родители ругали, страшно, просто страшно. Отец пил мать каждый день, материнца, страшная жизнь была, страшно, просто как кошмар. Пил, ругался, пил мать, страшная жизнь. Я в какой-то момент побежал к полю, просто убежал, бежал, бежал, город строился, и дом стоял на крае города. Я побежал туда, через дорогу, к лесу, к полю, там сейчас уже везде дома, когда было поле. Остановился где-то посреди поля, поднял руку к небу, тогда я не знал, что есть Бог вообще, ничего не знал бы. Я просто поднял руку к небу и закричал, я буду страдать столько, сколько нужно до 28 лет, но 28 лет я отраду знание, как я справлю жить правильно и стану счастлив. Зачем я это крикну, я не знаю. Но 28 лет я узнал медическое знание. Именно 28 лет. Ничего ошибки не было в этом вопле наряду. первый вопрос, кому я кричал? Никого не было вокруг? Что кричать, когда никого нет? Себе? А что себе кричать? Можно сказать вот? Вот вы, допустим, идете, допустим, одна говорит, я все равно выйду замуж, все равно выйду замуж. Кому он говорит? Себе, да? Себе? Собой общаться невозможно. вы говорите богу в сердце, хоть и не знаете об этом. И вы уверены, что так будет? Почему? Потому что он нам дает уверенность. Или вы говорите, ты за это ответишь. Мужа нет, он ушел. Кому говорит? И вы точно знаете, что ответит? Точно знаете? Успокаивайтесь. Сказал и успокоился. Почему? У вас так было, да, с ним? Да? Почему? Ответь и не тогда надо. Почему вы успокоились? Кому сказали? Внутри кому-то, да? Дайте микрофон. Кому вы сказали? Внутри чувства, которое сидит. Внутри чувства, которое сидит в вас внутри. Это чувство, это голос совести. Оно же дает счастье человеку. Оно же дает забрение, когда человек забывает о трудностях, успокаивается. Оно же дает сон, это чувство. Оно же дает несчастье и страдание. Оно это чувство внутреннее, это личность, которая живет в сердце вместе с вами. Для меня это как защита была, когда это говорили. Она защищает, защищает. прощение и прощение вы у него же просили. Вы думаете, что вы человеку просто прощение? У него же это чувство просто прощение. Люди, когда приходят, говорят, Олег Геннадьевич, благодаря вам вся моя жизнь изменилась. Они говорят это правильно, но для меня это подвох. Если я в это поверю, я не градирую. потому что я могу только представителям их этого чувства в их сердце. И когда они меня слушают, они слушают это чувство. Поднимите руку, кто получал советы от меня во сне. Кто? Вы получали. Я не приходил к вам во сне. Это приходил он там изнутри в моем облике, чтобы вам легче было понятно. тему понятно? Вы услышали меня, да? О чем я говорю сейчас? Человек должен немножко из невежества выходить. Мы должны это понимать, что есть совесть, что есть представительство высших сил внутренних сердцев. Мы должны это понимать. Счастье откуда выходит? Некоторые думают с полных органов. откуда счастье выходит? Отсюда боль откуда выходит? Сердце память вспомнил откуда выходит? Отсюда забыл откуда выходит? Отсюда уже сложнее понять. Любовь откуда выходит? вот здесь любовь устанет. Любовь никогда не нагляд да ее совсем не ждешь и каждый вечер сразу встань так удивительно рожь и ты поешь сердце тебе не хочется покоя сердце как хорошо нас летишь сердце как хорошо что ты такой спаси сердце что ты умеешь так любить видите мы не умеем ведь сердце умеем это обращение к Богу услышали меня или нет в этой песне обращение к Богу благодарность за любовь и там надо очень четко понять что у нас внутри всегда сидит чувство что я смогу сам как молоды мы были как искренне любили как верили в себя первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять всех друзей мы уже потеряли постарайся себя не терять понятно да система не надо верить в себя не надо верить в себя не надо верить в себя когда трудно надо отвлечься от себя от своих мыслей и переключиться на то что помогает это самый трудный момент трудности кого сейчас очень больно поднимите руку вам очень больно вы вчера сегодня утром переключались что произошло ну-ка микрофончик дайте утром утром я делаю медитацию посылание любви своему мужу у меня возникло такое неправильное нашли неправильное потому что не надо ничего мужу посылать нужно думать о святости о Боге я вам говорил это это главное о чем вы думали скажите что на все воля Бога это все глупость это самооправдание надо вспоминать святость планица ей я хочу тебе служить я хочу тебе служить я хочу жить так как ты хочешь я хочу жить по твоим законам я желаю всем счастья я желаю всем счастья ему тоже желаю счастья услышали меня надо думать о святости видите несмотря на многочисленные слова вы все равно думали о источнике боли и посылали ему именно счастье от себя вы поняли чем ошибка и так все у всех кто находится в состоянии боли следующий человек кто кому больно вы что с утра делали чем заниматься микрофончик пожалуйста ну вообще когда мне очень больно я почему-то учу стихотворение меня это совершенно отвлекает от всего значит вам еще не было больно если вам будет больно вы забудете как учить стихотворение кто уже забудел как учить стихотворение давайте ему методик вам еще не было больно человек любеет в это время ему не достиг стихотворение так здравствуйте здравствуйте меня зовут Светлана и что вы с утра сегодня делали вот ничего не делали я лежала в постели все это бесполезно давайте дальше микрофончик мне нужны те кто что-то делал кто что-то делал с утра сегодня несмотря на страдания вот я и говорю давайте микрофончик здравствуйте надо встать надо встать с постели а если вы не можете сами тогда включайте реакцию и она вас поднимет включайте духовную музыку и она вас поднимет услышали меня или нет пожалуйста сделайте так иначе вы будете жить вечно в этой постели состояние отчаяния разрушает здоровье все хронические заболевания вызываются от этого состояния вы себя убиваете сейчас просто убиваете и почему из-за упрямства потому что вы хотите чтобы само все прошло а это никогда само не пройдет вам эта ситуация надо только для учебы а не для того чтобы вы страдали просто начните слушать лекцию если вы не можете сами встать и начать делать то что я сказал пожалуйста пожалуйста ваше слово да что вы делали сегодня с утра я сперну образ матери святой да мне очень важно слышать ваше слово что дальше происходило ну дальше я только могла одеть его внутри себя и читала про что за страдания у вас в жизни сейчас ведь она не говорит значит есть страдания стихи не сочиняют это время мне трудно просто с собой справиться хорошо я понял страдания есть вы вспоминали о страдании в это время во время молитвы оно резло в сердце нет как нет потому что я молилась это значит у вас очень сильная молитва а вам легче становилось у вас сердце успокаивалось во время молитвы если долго то да это очень хорошо вам дальше надо молиться вам дальше надо молиться вам надо молиться так долго чтобы на весь день не хватало сколько для вас долго сколько вы молитесь это очень мало для вас вашей ситуации сейчас надо два с половиной часа минимум через два с половиной часа у вас сердце утвердится уже в состоянии счастья вам на весь день хватит а потом опять будет хуже и так будет длиться около трех месяцев а потом вас отпустят и вы победите свою судьбу вы услышали меня? спасибо кто-то рядом был тоже поднимал давайте да я делала медитацию любящие глаза на протяжении 2 до часа это святость для вас любящие глаза? да а что это за глаза такие? это буддистская медитация а что за глаза? о мани пи ми хунг мантра а? о мани пи ми хунг мантра а глаза чьи? глаза Будды бодхисаттвы любящие глаза все вот надо чтоб он был перед вами это должен личность должна без личности нет победы да мне стало легче на какое-то время конечно боль она лезла а потом когда я себя поймала уже после медитации через какое-то время может быть два часа прошло я поняла что меня опять начинают накрывать и я просто пела мантры мантры любви ну пытаясь не думать определить вот молодец 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 сейчас по крайней мере я смогла задать вам вопрос а у вас вера появляется что все будет хорошо? появляется когда вы это делаете молитесь появляется вера идите этим путем вы будете победителями на 100% без всякого сомнения спасибо дальше кто еще пожалуйста пожалуйста Олег Геннадьевич я говорю что православная традиция у вас боли есть? у вас боли есть? у меня сейчас очень тяжело будет а что случилось? у меня у меня были проблемы по полудескотке у меня были говорить и по работе и в семье все сразу что вы делаете конкретно? слово молитва мне ни о чем не говорит и традиция тоже утренней молитвы что вы делаете? я молюсь перед иконами вот это уже теперь вы говорите и когда молюсь стараюсь ну осознать каждое слово это очень важно то что вы сейчас говорите дальше рассказывайте я хочу почувствовать то что эта молитва хочет сказать не всегда получается а вы с иконой отношения имеете в это время какие-то? вы ее видите? вы ей служить хотите? вы хотите при нее жить или нет? я стараюсь служить ей я стараюсь представить в сердце возникает спокойствие не всегда это не значит это значит что вам не хватает концентрации вам нужно включать голос православного человека который молится нужно палиться иконе больше сосредотачиваться на объекте любви просто сосредотачиваться на словах недостаточно сейчас я вам кое-что скажу важное я считаю вас очень разумным человеком я считаю вас очень разумным человеком чувствуете разницу у меня не хватает вот смотрите я смотрю на вас кланяюсь к вам и говорю я считаю вас очень разумным человеком чувствуете разницу у меня что произошло сейчас мы не почувствовали это молитва сильнее я просто слова произошел четко я считаю вас очень разумным на словах не концепцию но больше на вас да так но слова же скромные произношу я же не про себя это делал поняли разницу или нет почему не всегда приходит спокойствие нет понимания что ты делаешь ты же с личностью общаешься нет никакой иконы не существует никакой иконы есть личность которая непосредственно связана с этой иконой вы услышали меня или нет она реально воспринимает ваши слова реально это происходит реально эта связь абсолютно она реально не сомневайтесь в этом но если вы сомневаетесь нет никакой связи видите икону реально ли ей эта личность и богородицы плантис и конкретно ей молитесь и вы увидите сразу ваши отношения спокойствие в сердце победа над судьбой и все сейчас будут доказательства у кого родственник живет далеко на той стороне земного шара вас как вы зовут Марина кто это при вас сестра сестра она она сейчас болит что ли у вас вы уверены и что-то тяжело сейчас а вы с ней со званием не с ней мы хотели в ручку дать ей только поставили что у нее все классно сейчас да нет у нее трудности какие-то на работе что ли она устает она еще не поступила она только улетела а вот из-за того что улетела у нее трудности то есть у нее трудности потому что она в чужую страну улетела она там жить улетела улетела да в другой стране только улетела а то есть трудности потому что она только прилетела да слабо трудностей вот это и есть трудности а что у нее с позвоночником болит спина как нет стопроцентно спросите у нее шея не болит а спина у нее есть спрашиваю спросите давай а левая нога тоже не болит тоже узнаете сейчас болевая нога она плаксивая да да нет она щитливая ну вообще по жизни так нет она сейчас ведет счастье она идет ранимая сердцевым а какое было была ранимая ну не краткий ранимый поскольку она впечатлительная чувствует все как вы все такие но понятно но плаксивы ну наверное плаксивы да чувствительное ранение а почему я об этом все так говорю подробно в чем причина а Я так уверенно говорю, в чём причина. Она чуть пониже Ваш, что ли? Немножечко. Ну понятно, что немножечко. А что, откуда я это взял, что она пониже чуть-чуть Вас? Что я не могу видеть. А? Она чуть пониже и чуть постарше, да? Да. Откуда я это знаю? В контакте. Я это знаю, потому что просто через Вашу память я сейчас чувствую этого человека. Это означает, что когда Вы смотрите на икону, Вы точно так же чувствуете эту личность. В этом нет никакого сомнения. Все услышали это или нет? Если Вы это не услышали, у Вас ничего не получится. Просто повторять слова бессмысленно. Нужно обращаться конкретно к кому-то. И тогда Вы получите результат, отношения. Святые люди это те, которые живут только ради того, чтобы помогать. У них нет другой жизни. Я когда изучал этот вопрос, я изучал вот таких святые. Они всегда на связи, на контакте. И взял изображение Святой Матроны. И задал ей вопрос. У меня был больной вопрос. И сразу получил ответ. А когда больной вопрос, ответ всегда не нравится. И ответ мне не понравился. И я спросил, а может так? И тогда я увидел такое изменение в лице. Такую немножко усмешку. И такой ответ. А может ли, да? Со мной тоже такое случается. Мои ответы. И потом я понял, что это развод. И как бы... Я понял, что надо принять просто и все. То, что получилось сразу. Чем еще дальше что-то выдумали. И все именно так и получилось. Я поступил так, как понял. И это блестящее помогло мне в жизни. Блестящее помогло. Святые люди есть. Есть. Понимаете? Только глупцы не понимают, что они есть. Святой Матроне с Святой Дочерью днем и ночью. Я подходил к этим людям, спрашивал, что вы стоите? Они говорят, а вот это помогло, мне помогло. У них конкретный опыт. Понимаете? Как можно ночь стоять без опыта? Просто так и работает. Итак, три вещи мы с вами разобрали сегодня. Первая вещь, что нужно правило определенное. Нужно вспомнить, что помогает только высшие силы. А я про себя забыл. Боль заставляет думать об объекте боли. Вот как девушка говорила. Я вспоминала желаемого и несчастья. Вы ему не поможете. Вы не сможете ему пожелать несчастья и страдания. Он там могла в меч над вами. Он вас мучит. Это безнадёга так делать. Вы должны вспоминать святость и желать ему счастья от его имени. А не от своего. А если вы там не вспомнили, ничего не поменяется. Но прежде чем ему желать счастья, надо сначала сосредоточиться на объекте счастья, святости. Надо не думать о близком человеке, объекте боли, не надо думать вообще. Надо думать о объекте святости и попытаться почувствовать спокойствие в сердце. Спокойствие в сердце указывает на контакт, на то, что всё получается. А потом уже дальше желать ему счастья. Потому что счастья нет, чего пожелаешь. Надо сначала его получить, а потом желать. Второе. Если вы не благостен, близкий человек не раскаялся, не хочет менять свою жизнь, не надо ему ничего объяснять и советовать. Бесполезные занятия. Расрушать жизнь. Живите в тишине и помогайте близкому человеку в том, в чем можете. Делайте для него то, что дозволено. Например, вы можете его готовить? Готовьте правильно. Что значит правильно готовить? С молитвой. Вы можете готовить, потому что надо готовить и пойти на работу. Блин, эта готовка уже меня запопала. Всё это будет там. И он это всё съест. И вам выдаст назад то же самое. Если корову кормить салопанными апотеками, она выдаёт бензин. Не молоко, а бензин. Понятно, да? Система. Второй вариант. Готовить для мужа с любовью. Работает слабо. Потому что если вы готовите звук для мужа с любовью, какой будет результат? Вы затопите от него чего? Благодарности. И это будет петля. Потому что когда мы служим близким людям, всегда благодарность намного меньше, чем мы вкладываем в силу. Например, мы с любовью приготовили, он съел и сказал, ну спасибо, я пошёл. Всё. А вы с любовью готовили для мужа. То есть вы его с Богом перепутали, понимаете? Для мужа надо готовить как? Объясняю. Послушайте меня. Для мужа надо готовить, думая о Боге и молясь Ему. А когда мужу отдаёте, то это ваш долг перед ним. И это и есть его. Вот это долг. Вы отдали его, накормили, и тогда у вас не будет претензий. Он сказал спасибо, вам хорошо, потому что вы получили обратную связь с тем, кому молились. Не сказал спасибо, тоже нормально. А если вы для мужа живёте и готовите, вот это и есть тепля, которая вас разрушит. Он вам не скажет столько, сколько надо, потому что мы все живём в грехе. Мы все эгоисты. Мы не сможем отдать столько, сколько нужно для счастья или для души. Поэтому люди и закипаются в своих вере, в своих детей, в своих мужей. Если у верите своего сына, он вырастет эгоистом. А если вы верите в мужа, значит он обязательно вас бросит. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, меня муж бросит. Я говорю, почему? Ну потому что он возвышенный человек, а я грешница. Я говорю, ну а в чём возвышенность его заключается? Он говорит, ну как в чём? Он по понятиям живёт, у него всё правильно. Он мне постоянно говорит, как правильно, а я всегда неправильно всё делаю. И поэтому-то он меня бросил, чтобы он нашёл возвышенную девушку, а меня другу оставил. Я говорю, стоп, 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 интересно он слышит, интересно знать. Вы что, наверное, сильно любили его? Да, Олег Геннадьевич. Наверное, служили ему всю жизнь, заботились? Да, Олег Геннадьевич. Считали очень хорошим человеком. Да, Олег Геннадьевич. Для него всю жизнь и так. Да, Олег Геннадьевич. А он просто нашёл себе святую. Да, Олег Геннадьевич. Вы знаете, что святые люди не бросают. Бросают самодовольные грешники только. А самодовольным человек становится, когда его самодовольство подпитывает слепой человек, не знающий, кому поклоняться можно, а кому нельзя. Мужам надо поклоняться нехорошим. Это поклонение вызовет ему гордость. Мужам надо просто выполнять перед ним свой долг. А вот поклоняться надо Богу. И когда вы Богу поклоняете, у вас в сердце появляется любовь. Вот отдать её мужу. Если это настоящая любовь, она не потребует ничего взамен. И вот тогда у него в сердце возникнет благодарность и он начнёт виняться. А вот если вы поклоняете ребёнку и думаете только о своём ребёнке, живёте без своего ребёнка, этот ребёнок вам испортит жизнь. Сто процентов. Сто процентов. Да? Да? Божественного мужского начала, конечно, можно это тоже означать, поклоняться Богу. Только не у аспекта какого-то. Ну, то есть нельзя поклоняться мужу в прямом смысле слова, но на мужском начале, которое... Нет, ваш муж будет получать гордость в результате. А если это делать, ну, и в тонком теле, не в прямом уровне? Он будет не в прямом получать гордость. Ну, я знаю. Поклоняться нужно только Богу, мои хорошие. Только Богу. Вы очень неблагочестивый человек, но у вас не хватает знаний. Вы можете испортить себе жертвы. Не делайте из мужа Бога. Он может себя таким почувствовать сто процентов. Слышали, да? Хорошо. Чаще всего не из мужей, не из жен Бог Богов делают. Это долго не продлится. Вот, например, если я сильно влюбился в кого-то и поклоняюсь просто девушке или мужчине, чаще всего меня просят очень быстро. Вижу, я не надеваю сказок. Рыжевеет полоску июля. Я готов целовать всё, от того врачи не перебил. До свидания. Прощай со всех вокзалов, поездов, уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаёмся навсегда По белым небом, ё-моё, прощай И ничего не говори, и ничего не обещай А чтоб понять мою печаль, густое небо посмотришь Результат пополнения Человек становится спесивым и по барабану не слышно Вообще никакой любви, никакой заботы в сердце Просто тупости, всё Бросает легко Совесть живёт в сердце только того Если близкий человек с совестью строит правильные отношения Если мы поклоняемся не совести, а человеку То совесть в нём не живёт Если мы поклоняемся ребёнку Большинство людей детям поклоняются Ребёнок, это главное всё в жизни, ты меня это ребёнок Кто станет бессовестным? Ребёнок Конечно, ребёнок это важный в жизни, важный объект в жизни Важный Но поклоняемся в личную, повторяю, Богу А ребёнка восхитывает с любовью Тогда он вырастает разумным человеком Если для меня ребёнок самый важный, то это значит Я что делаю с ним? Две вещи Первое, я его балую, а второе, ненавижу Злюсь на него Почему он жив? Он не оправдал доверие Почему я его балую? Потому что мне нравится наслаждаться им Это означает поклонение ребёнка И бесконечная вера, что жить надо для ребёнка и больше ни для кого Означает разруха Разруха в жизни Раньше, чем ребёнок вырастет, наступит разруха Чаще всего разруха в женщину Женщина такой наступает от того, что её бросает к мужу Теперь у меня вопрос, почему бросают? Вот энергия ребёнка и женщины, она мужу предназначена? Нет? И кто б ребёнок? Мужу тоже предназначена, да? Когда женщина зацикливается на ребёнке Мужу что-то достает? Нет? Нет? Даже она просто беременная становится И она так настроена Уже её в этот момент бросают Не то, что надо ждать слишком долго Просто я шепу для ребёнка Всё, муж по барабану, все по барабану Думаю только о ребёнке Живу только для ребёнка Почему только для ребёнка ты живёшь? А потому что оттуда идёт счастье И глупые люди всегда живут для объекта своего счастья Счастье пошло от ребёнка, всех забыло Думают только о ребёнке Это значит, что все тебя побросают Не надо быть такой наивной Счастье предназначено для того, чтобы ты заботился о нём А жить надо для Бога И для мужа так же И для друзей так же И для начальника на работе так же Для всех, кто нуждается в твоей помощи Иначе жизнь не будет нормальной Видите, я вам сейчас заблуждение рассказываю Правда, не так же живут для машины или для квартиры Вся жизнь предназначена для того, чтобы быть в этой квартире Всё, нет больше ничего в жизни Работаем на ипотеку Мы рождены, чтоб сказку сделать былью Преодолеть пространство и простоть А вместо сердца пламенный мотор Всё выше и выше и выше Стремим мы полем наших птиц И в каждом пропедине дышим Увеличение квартиры грабить Алла! Пара! Пара! Аплодисменты! Кания, чем эта всё заканчивается, мой хорошая Зачем это всё заканчивается Пока вы будете для квартиры жить Всё будет хорошо у вас Проблемы начнутся, когда вы получите квартиру Потому что когда человек ставит его цель в жизни, и он к ней приходит, дальше приходится потери подсчитывать, понимаете? Люди друг с другом не общались, детей не воспитывали, здоровье угробили, в отпуск не ездили, с друзьями не общались, всех друзей потеряли, получили квартиру. Они получат столько счастья, сколько они ожидали. Квартира же это просто стены. Они въехали в эти стены, переругались и разошлись. Все, кто у кого так получился? Пожалуйста. Квартира это хорошо, не главная цель в жизни. Убиваться не надо, не надо. Вот если мы со всей концентрацией во святости думаем, тогда будет победа. Итак, четыре вещи. Первое. Если думаем об источнике боли, всегда будет поражение. Думать надо о святости. Второе. Ну, подсказывайте, подсказывайте. Если мы живем в невежестве и в страсти, мы не воспитываем друг друга, мы поднимаемся с невежества и страсти. Третье. Мы должны понять, что святость это личность. Личность. А не просто тараторик в молитву, как на стукан. Услышали меня или нет? Что мы с личностью имеем дело. С личностью означает вспоминать, чувствовать ее, хвалиться кому-то конкретно. И четвертое, что я вам сегодня донес. Это то, что если цель жизни выбрана неправильно, разруха гарантирована. Целью жизни может быть только самосовершенствование, осознание себя душой и Богом. Больше нет никаких целей жизни. Все остальное помогает в этом. Помогает. Зарплата, квартира, работа, учеба. Все помогает. Но если мы только этим живем, а вот основное не изучаем, некому будет помочь потом. Помощь приходит оттуда. А если мы это все не изучаем, ради этого не живем, не будет никакой помощи. Будем выйти на Луну потом. Будем выйти на Луну. Леда объясняет, что есть пять стадий развития жизни на Земле. Первая стадия жизни в глубоком сне. В глубоком сне живут деревья. Они чувствуют свет, растут. Это тоже души, которые спят и ничего не понимают. Чувствуют свет, растут. Размножаются. Так же, как мы кушаем, так же, как мы сосуды, пищу, корнями. Но если мы отрезаем листочек или веточку, они не дергаются. Если мы много веточек отрезаем, дерево растет еще лучше. Почему? Потому что, когда мы веточку отрезаем, дерево чуть-чуть просыпается, активизируется к жизни и разрастается. Поэтому судорники обрезают литки постоянно, чтобы дерево было активным, росло лучше, плодоносило. Сон без сновидений. Глубокий сон. У меня себя никак не осознает дерево вообще. Оно себя не знает. У меня нет чувства самосохранения. Есть оно в какой-то степени, но оно не разрушает жизнь. Следующий уровень жизни. Сон со сновидениями. Сон со сновидениями. Так себя чувствуют животные. В разной степени. Например, рыба, она вообще себя почти не понимает. В ней глаза, а в ней только есть две эмоции. Страх и еда. И все. Желание пищи и страх. Посмотрите, глаза любят. Там один страх. В аквариуме не пройдут. Ни радости, ничего. Ни страха. Дальше ящерицы. Уже больше сознания пробуждательных. Не любопытствуют, уже ищут что-то. Не двигаются, не активны. У них тоже страх. У ящерицы глаза тоже страх. Но есть еще эмоции. Самосохранение. Там быстрее, что-то делать быстрее. Туда-сюда смотрят. Нога злоба. Скаливаются. Шипят. Страх, злоба. Более развитое сознание. Птицы. Следующий уровень развития. Животного мира. Страх. Тоже хух. Там щетинеца. Оперяются. Но у них что еще есть? Любовь уже появляется. Уже любовь. Через звук они уже начинают проявлять чувство любви. Дальше более высокий уровень развития животных. Это уже как бы мы видим домашние животные близкие к человеку. За общение с человеком у них развалится очень сильно характер. Вот если взять волка, он почти не улыбается. Вот посмотри к лицо волка. Может, волк он такой. Тоже как собака. Он там любит свинков. Но он почти не улыбается. Собака, она уже... То есть она уже улыбается. У нее уже как бы есть эмоции. Она там проявляет их. Общается. Волки не общительные. И они только действуют в соответствии с своими желаниями. Там поесть. Порвать кого-нибудь. Там поспать. Защитить детей. А собака, она уже общается. Понимаете? Ему на подушку залазит. Ей нужно общение. Понимаете? Отношения нужно. Она скулит там. А? А? А вы компенсивные с собой. Что? Волки не у них с собой у парыша. Дают их, чтобы не было. Это нормально. Да. У парыша сдают животных. У них улыбок нет. Понимаете? А собака уже есть. Видите? Более пробуждающее сознание. Больше и больше пробуждает сознание в живот. Домашнее животное самое высокое сознание в живот. Это солнце с наведением. Когда человек рождается. Когда живое существо рождается. Собака себя даже до конца не понимает. Она гавкает на свой гей. На отражение боги. На зеркалье смотрит и думает, что это не она. То есть она все не до конца понимает. Собака еще до конца не понимает себя. Она спит еще. Но. Когда. Человек оброждается. Живое существо. То это уже пробуждающееся сознание. Человек начинает интересоваться жизнью во вселенной. Он не сильно подтверждает, что жизнь соткана из комбинации химических элементов. Не сильно этому начинает подтверждать. Сомневается, что это так. Что после смерти химических элементов жизнь заканчивается. Он в это не верит. Чувствует, что что-то не то. Он более глубоко начинает воспринимать жизнь. Понятно, да? Человек. Пробуждающее сознание означает. Не понимает своих прошлых жизней. Не чувствует. Не чувствует, что есть совесть. Не чувствует, что есть любовь. Что такое любовь? Чувствует, что надо секс, вино. Как бы еще что-нибудь вкусненькое. Ну и деньги, и власть, слава. Все. А больше ничего не чувствует. Это называется пробуждающее сознание. Просто жизни нет, следующей нет. Живем один раз, пей, гуляй, веселись. Все будет нормально. Пробуждающее сознание. Просто живем и слаждаемся жизнью. Чем отличается от животного? Ничего, почтение. Животные то есть, что-то бьют, гуляют там. Нюхают друг друга там, бегают друг за другом. Домики строят. Все то же самое. Только более примитивно делают. Не как люди делают. С точки зрения чего-то нового, ничего нового, понимаете? Совести нет. Ничего нет. Все. Живем как можно. Нового ничего нет. Добуждающее сознание. Теперь. Пробудившись в сознании. Это у вас. У вас, которые на речи пришли. Пробудившись в сознании означает искать правила жизни. Как же их правильно. Совесть. Ощущение, что я вечный, скорее всего. Не помираю после смерти. Чувство, что я что-то делал в прошлом не так. Поэтому сейчас оправдаю. Ощущения эти появляются. Человек начинает чувствовать, что если он живет правильно, в следующей жизни это не поможет. Пробуждающее сознание означает это ощущение тоже. Человек верит в совесть, правду, честность, доброту, порядочность. Он верит в скромность, смирение. Он верит, что это не поможет всем жизни. Он не верит в злобу, хамство, предательство, трусость и неверность. Он знает, что человек рожден для того, чтобы трудиться над собой. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Пробуждающее сознание. А теперь пятый уровень называется бодрое сознание. Бодрое сознание означает знание о своих прошлых жизнях, о своей будущей жизни, знание о цели своей жизни, знание, что есть Бог, знание, что я душа, знание о том, что я должен служить Богу. В этом суть моего счастья. Знание о том, что я могу помочь всем, если я правильно действую, связываясь с источником счастья, я могу помочь любому человеку. И настолько насколько нужно им помочь, нужно просто вкладывать силы. Знание о том, что есть святость. Знание о том, что есть высшая цель жизни. О том, что есть духовный мир. И что мы все наказаны, поэтому живем здесь материально. Знание о том, что земля – это не лучшее место для жизни. Знание о том, что высшая жизнь на полном величайшем счастье. И мы все достойны такой жизни. Знание по всем этом означает бодрое сознание. И оно бывает только у святых людей. У тех людей, которые сияют красотой, сияют чистотой. Святые означают сияние. Смотреть, что такое у человека сердце радуется. Означает святость. Ищите отношения с такими людьми. Цель жизни человека – найти святость хотя бы на иконе. Если человек привязывается к святости в своей жизни – счастье обеспечено. Все трудности он преодолеет. Все победы придут к нему. Если он не чувствует и не ищет этого – жизнь несполезна. Наши лекции, к сожалению, у нас закончатся уже. Уже менеджеры переживают. А также те, кто следят за залом, тоже переживают. Я заговариваю всегда. Так, расслединие уже надо заканчивать. Мы сейчас еще пять минут пожелаем всем счастья. Нарушим все законы, правила. Но надо не даться, чтобы я не успел закончить. Все сидели прямо. Что делать вы уже знаете. Я целую лекцию об этом говорю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастью. Я желаю всем счастью. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok